Музыка Одна из актуальных проблем, которая встала перед севастопольскими журналистами после возвращения под державную руку матушки России, это повышение своего профессионального уровня и соответствие тем высоким параметрам, которые российское информационное поле предъявляет. Поэтому то, что мы имеем, это филиал Московского госуниверситета отделения журналистики, филиалы других вузов в плане подготовки маловато, откровенно говоря. В этой связи Российская государственная академия при президенте Российской Федерации идет навстречу севастопольским работникам не только медиа, но и всем специалистам, которые работают в области общественных связей в сфере пиар. Идет навстречу и предлагает продолжить свое образование в магистратуре. А кроме того, заняться наукой. Дело в том, что там есть прекрасная возможность поступить в аспирантуру, в период учебы в Москве подготовить диссертацию и защититься. В программе сегодняшнего мероприятия как раз встреча с заместителем руководителя кафедры медиаполитики и информации Сергеем Анатольевичем Рюмшиным. Он представит кафедру, продемонстрирует презентационный ролик о самой академии. И будет установлен скайп-мост с кафедрой. И плюс ко всему студенты нашего филиала МГУ, работники СМИ, наши пиарщики смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Мы пригласили представителей средств массовой информации и пиар-структур, независимо от ведомственной принадлежности. Мы пригласили студентов филиала МГУ, отделения журналистики и членов Союза журналистов, потому что Севастопольская организация Союза журналистов вместе с Морской библиотекой является организатором вот этого круглого стола. Мы хотим донести до слушателей, до общественности, до людей, которые стремятся работать в области общественных связей и журналистики, информацию о наших возможностях в профессиональном развитии. Это возможности, связанные с непосредственно формированием карьеры в области государственной службы и управления в структурах властных. Это возможности, связанные с формированием и развитием своей карьеры в сфере журналистики, в сфере пиара, имиджа, бренда. Это те возможности, которые позволяют человеку начинать развиваться в этом направлении или совершенствоваться. Направление подготовки от бакалавриата и до аспирантуры, докторантуры, до защиты ученой степени. Это не только обучение, это участие непосредственно в серьезных мероприятиях. Это участие в деятельности Международного научного журнала «Коммуникология», который выпускает наша кафедра. Это участие в тех важнейших мероприятиях, которые происходят в жизни страны и наших соседей, с тем, чтобы и развивать, формировать свое собственное профессиональное мастерство, и развивать, формировать культуру общения, коммуникации, в первую очередь с целью укрепления многоконфессионального, многонационального единства российского государства и с тем, чтобы грамотно продвигать свои мысли, свою идеологию, в том числе идеологию государства. Основная цель. Я хочу рассказать об Академии. Я хочу показать, что все возможно молодым людям. Я хочу рассказать о тех потенциалах, которые существуют в рамках образовательного процесса в Академии на уровне докторантуры, аспирантуры – это высшая ступень образования, на уровне магистратуры для журналистов, на уровне аспирантуры, у нас, кстати, открывается направление аспирантура для журналистов, и одновременно у нас есть надежда, что будет сформирован диссертационный совет, который будет рассматривать потенциал будущих кандидатов наук с тем, чтобы зафиксировать свой статус в науке. Обучение в магистратуре Российской Академии народного хозяйства и государственной службы дает, в общем, довольно-таки хороший системный объем знаний, необходимых для дальнейшей работы и своей в области общественных связей и медиаполитики. Это, во-первых, систематизация тех знаний и навыков, которые получены, и возможность узнать что-то новое уже на более высоком уровне. Это и HR направление, и GR направление, возможность взаимодействия всех медиаструктур с различными органами государственной, региональной, и муниципальной власти, как необходимо выстраивать отношения, как складывается именно технологический процесс, и что нового, особенно с точки зрения законодательства Российской Федерации в области средств массовой информации, в области, особенно телевидения, которым занимаешься, понимаешь, что определенных знаний на каком-то этапе не хватает, поэтому и потребовалось дополнительное образование. Я магистрант второго курса Академии при Президенте Российской Федерации, и считаю, что этот первый курс, он был как базовым, второй курс уже дается более прикладные предметы для образования. Говорю, что я действительно открыл для себя много нового, и сам уровень подготовки довольно-таки высокий, поэтому получаю действительно личное, хорошее удовлетворение от учебы.